Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Деревья, кустарники с красивыми кронами, стволами, цветами, конечно, являются замечательным украшением любого участка, а также, ну, они нас возвращают в какую-то природную среду, особенно городских жителей, позволяя организовывать себе такой, как бы, отдых на природе. Деревья дают хорошую тень в жаркий период года, ну и вообще люди, как правило, хорошо себя и комфортно чувствуют рядом с растениями. При этом многие растения, ну не то чтобы уже совсем их много, но есть особые растения, которых на своем участке стоит избегать. Первое растение, которое может уничтожить ваш двор, отмостку и прочие такие устройства какие-то на вашем участке, это тополь. Если тополь случайно прилетел и посеялся на вашем участке, не спешите радоваться. Тополь вырастает в большое дерево, тополь, его разнообразные виды, и пирамидальный, и серебристый, и обыкновенный, там и такой-сякой, всякий. Вырастает довольно красивое дерево, однако оно обладает свойством склонности к ветровалу. От него отваливаются ветки, и оно вообще быстро трухлявое делается, и может повредить ваш дом. При этом не только в этом его опасность. Вы, желая избавиться от тополя, берете и спиливаете его, и думаете, что вы устранили угрозу. Но на самом деле угроза от тополя только начинается. А огромное количество корневой поросли начинает вздымать буквально дорожки. Асфальтированные мощеные там плиткой дворы, отмостку, если тополь рос рядом с домом, и прочее-прочее-прочее всевозможное обустройство, благоустройство вашего участка. От этой поросли бывает чрезвычайно сложно избавиться. Вот как не допустить этой поросли при сносе деревьев, при удалении деревьев, я вам расскажу обязательно в отдельном видео. Точно такими же свойствами, вот давая такую поросль, которая подымает камни, асфальт, плитку и все остальное, обладает растение облепиха. Хотя облепиха есть и мужские, и женские растения, и они по-разному себя ведут в отношении поросли, однако без одного не бывает урожая от другого. Поэтому в целом, хотя облепиха, конечно, является замечательным источником очень полезного урожая, все-таки 10 раз подумайте, стоит ли вам высаживать эту самую облепиху у себя на участке. Я видел своими собственными глазами, как и тополь, и облепиха ломают асфальт и приводят в негодность дорожное полотно. Кроме того, облепиха сейчас становится одним из инвазивных растений, которые нежелательны в естественной флоре. Но у нас в Беларуси понятно, что где-то там эта облепиха является абсолютно естественным компаньоном растений, растущих в природе, но у нас она, например, является совершенно нежелательной. По этой причине будьте чрезвычайно осторожны с облепихой. Удалить эту поросль бывает очень и очень непросто. Следующим растением, которое может оставить руины от вашего участка, является очень красивый, такой очень-очень-очень декоративный с сортами рябини и крябинолистный. Это растение имеет свойство наряду с золотарником образовывать огромные массивы, вытесняя другие растения, в том числе культурные, посаженные вами для украшения или для урожая, но также оно способно перебираться в дикую природу, формировать огромные заросли, давать колоссальное количество порослей, разрушая тоже асфальт, бетон и все остальное. Будьте с этим растением чрезвычайно осторожны. Как и у малины, старайтесь ограничивать возможность распространения вегетативного распространения рябинника по вашему участку. Следующее растение, о котором я упоминал уже в своих выпусках, несмотря на свою декоративность, оно является очень агрессивным и может доставить вам массу хлопот, в том числе по уничтожению и асфальта, и бетона, и дорожек, и всего на свете. Это уксусное дерево, сумах, оно с легкостью поднимет любые покрытия дорожек, разломает, уничтожит из-за этой самой поросли. У нас некоторые в частном секторе высаживают это растение, и уже тротуары и дорожное полотно кое-где находятся в большой-большой опасности. Избегайте высадки этого растения рядом с домом, с отмосткой, с дорожками и прочими вот такими элементами благоустройства. Одним из красивейших растений, относящимся к лианам, является кампсис укореняющийся, кампсис радиканс по латыни. И его латинское название уже должно заставлять задуматься о целесообразности высадки этого растения у себя на участке. Это растение более южных краев, однако оно сейчас акклиматизируется даже у нас в Беларуси. Несмотря на замечательные груды и фонтаны, и такие каскады красивейших, таких колокольчатых оранжевых цветков, оно может разрастаться до такой степени, что также будет руйновать, превращать в руины, есть у нас такое белорусское слово, руйновать, разрушать ваши участки. Оно представляет угрозу как для инженерных систем элементов благоустройства, так и для рядом растущих растений, поскольку оно может становиться чрезвычайно агрессивным и, несмотря на свою красоту, может принести очень и очень много хлопот хозяину участка. Что ж, я назвал такие базовые растения. Конечно, и порослевая сирень, и порослевые сливы, и вишни, все они могут представлять угрозу для вашего участка. Поэтому, прежде чем их высаживать, обязательно задумайтесь, сможете ли вы бороться с этой порослью, прилагать усилия для своевременного ее уничтожения, для того, чтобы эти растения не уничтожили ваш участок. В особенности, если этот участок небольшого размера. Я уверен, что наши зрители и также знают из своего опыта примеры опасных растений, которые способны оставить руины буквально от вашего участка, либо просто доставить вам огромное количество хлопот. Поэтому буду очень благодарен, если кто-то еще поделится своим опытом борьбы с такими растениями, ограничения их роста, а также, конечно, если они дадут рекомендации по безопасному их уничтожению. Свои рекомендации по безопасному уничтожению порослевых деревьев я дам в следующем выпуске. Ну а те, кто новички или те, кто хотят узнать больше, читайте, пожалуйста, комментарии. У нас есть чрезвычайно, чрезвычайно компетентные зрители, которые приносят сообществу на Ивановой науке огромную-огромную пользу. Высказывайте им, пожалуйста, свою благодарность, потому что это очень хорошие люди, которые открыты и готовы помогать всем, кто пришел сюда на этот канал. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи.